Праздник вообще отлично, мне очень все понравилось. Очень понравились фокусники, интересные очень представления, понравилась музыка, все очень отлично. Вообще здорово, весело, приятные конкурсы, песни, игра на гитаре, на скрипке, просто великолепно. Мероприятие нравится, настроение хорошее, отлично. Только номер понравился. Вот с фокусами. Речь идет о неподражаемом иллюзионисте Пабло, который своими оригинальными фокусами вызвал настоящий восторг у присутствующих на празднике. Дружба, любовь, вера. Вот они, краеугольные камни концептуальных номеров автора. Каждый трюк у меня завуалирован. Есть притча такая, нитка скрученная втрое, не скоро порвется. Буду показывать трюк с веревкой, которая никогда не рвется. В руках фокусника, конечно. Ну и вот нити дружбы, которые нас связывают. Будет посыл такой пожелание, что нити дружбы, которые нас связывают, чтобы они никогда не рвались, как веревка, в принципе, фокусника. Кроме фокусов, на небольшой сценической площадке звучали песни в стиле кантри, блюз и R&B. Особый романтизм и атмосферу праздничного вечера привнесли игра на скрипке, а также мировые хиты в исполнении американского гитариста. Уютная обстановка и оригинальные выступления артистов подарили зрителям массу положительных впечатлений. И, без сомнения, промо-концерт стал прекрасной преамбулой к юбилейному фестивалю «Город света». Цель проекта «Город света» – это популяризация здорового образа жизни. То есть наш проект имеет принцип здоровой сцены. Каждый, кто выступает на сцене проекта, он на самом деле не употребляет наркотики, не курит и не пьет. И это основная задача нашего проекта – показать, что без того, что нас разрушает, можно на самом деле классно проводить время и радоваться жизни. Действительно, на толпой зрителей, пришедших на промо-концерт, не было, как это часто бывает, сизово дыма от сигарет. Все пришли отдохнуть и получить удовольствие от хорошей музыки. А это, как известно, вполне можно сделать без всякого дополнительного допинга. Кстати, финальный концерт «Город света» состоялся на следующий день и собрал на площади Ленина порядка 10 тысяч человек. Естественно, подавляющее большинство из числа молодежи.